МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Коротко о главном. Праздник Созидания. Михаил Игнатий встретился со строителями Республики. Скоро в школу, в столице Чувашии, началась приемка столичных учебных заведений к Новому году. Завоевать и удержаться Анжелика Сидорова подтвердила титул чемпионки России в прыжках с шестом. В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят строители. Строительная индустрия – одна из важнейших сфер экономики Республики. В преддверии праздника временно исполняющей обязанности главы Чувашии посетил профильные предприятия. А у работников отрасли появилась возможность не только рассказать о своих трудовых буднях, но и задать Михаилу Игнатьеву интересующие вопросы. По данным статистики, сегодня Чувашия лидирует по показателю ввода жилья на души населения в Приволжском федеральном округе. За пять лет объем строительства комфортных многоквартирных жилых домов вырос в полтора раза. Много усилий в свое время было приложено, чтобы не остановился крупнейший инвестпроект «Новый город». Республика, по крайней мере наша отрасль, действует очень активно на российском фоне. И по жилье для российской семьи по 35 тысяч рублей доплатой за сети первые пробили. Мы в социальных программах участвовали. Мы только «Монолитстрой» 40 квартир социального жилья, 42 квартиры по «Новому городу» мы уже дали. «Монолитстрой» – один из генподрядчиков в «Новом городе». Кроме этого, предприятие производит железобетонные изделия, пластиковые оконные и металлоконструкции, сухие смеси. Но почти 500 работников озабочены не только вводом в эксплуатацию жилья, но и благоустройством территории, наличием в новом районе социальной инфраструктуры. Сейчас из 220 гектаров территории 170 относятся к береговой зоне. До недавнего времени вопрос с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища оставался открытым, и это сдерживало строителей. У меня просьба, это не только от меня исходит, это коллективное строение, с Искучегом, с Инкостом. Нам бы хотелось, чтобы вы взяли под контроль программу, вообще говоря, особенно после того, как уже по заливу сейчас стало известно, по уровню на 63-й останется, деньги будут выделяться. Только ваш уровень позволит выбить деньги из федерального центра на обустройство, и при этом открыть береговую зону нового города. Это не наш эгостический интерес, это просто у города появляется еще один центр рекреационный. Государственный заказчик в лице Русгидро по инженерному обустройству, они хозяева, и все точки зрения там несколько ведом задействованы. Эти вопросы тоже будем рассматривать, все точки зрения. Источники финансирования будут, найдем все те решения, которые нужно найти. Все, спасибо. В ходе обсуждения неоднократно всплывала тема строительства дорог. И эту проблему Михаил Игнатьев обсудил с работниками ОАО «Дорис». В связи с прошлогодними кризисными явлениями пришлось на время приостановить некоторые проекты. Возможно, в следующие полгода ситуация изменится в лучшую сторону. Потребность в ремонте и строительстве дорог по-прежнему высока. Например, дольщики домов микрорайона «Лайнер» ждут, когда же появится участок, соединяющий 30-ю автодорогу с Московским проспектом. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии отметил, что реконструкция и развитие столичной дорожной сети – постоянная статья в республиканском бюджете. В этом году, к примеру, выделен без малого миллиард рублей. Этот участок дороги, который вы сейчас напомнили нам, будем строить, скорее всего, на принципах государственного частного партнерства. И, в любом случае, мы начнем и не закончим. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов, в свою очередь, отметил, что в перспективе эта дорога будет проложена не только до Московского проспекта, но и до набережной в исторической части города. Начать работы планируется в 2016 году. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Около 600 кандидатов выдвинуты на сентябрьские выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов. Такие данные приводит Интерфакс. Предыдущий созыв Чебоксарского городского собрания депутатов жители столицы Чувашии выбирали в 2010 году. С тех пор система несколько изменилась. 13 сентября 6-й созыв будет избираться по смешанной системе. По мажоритарной выберут 21 депутата, а 1 мандатника. Еще 22 депутата выберут по партийным спискам. Соответственно, на выборах горожане получат 3 бюллетеня. Один по выборам главы Чувашии и два по выборам депутатов горсобрания. На данный момент по 21 мандатному избирательному округу выдвинуто 184 кандидата, а среди них 59 самовыдвиженцев. В каждом округе на депутатское кресло претендует от 6 до 14 человек. Кроме того, 406 кандидатов значатся в списках, представленных избирком политическими партиями. Всего в выборах планируют принять участие представители 9 партий. Единой России, Справедливой России, ЛДПР, КПРФ, Родины, Российской партии пенсионеров за справедливость, Патриотов России, Яблоко и Коммунистов России. Решение о регистрации кандидатов или отказе в ней будет принято в течение 10 дней. Профессия кадастрового инженера появилась в России не так давно, а с 2011 года. А в июле 2015 в российское законодательство были внесены поправки, ужесточающие ответственность кадастровых инженеров. Оформить земельный участок в собственность можно только с помощью кадастрового инженера. Этот специалист необходим и при решении земельных споров с соседями. На сегодня Министерством имущественных и земельных отношений Чуваши выдано 304 аттестата, позволяющих работать с кадастровыми инженерами. Однако претензий к этим специалистам накопилось немало. К примеру, бывали случаи, что пятиэтажный частный дом по документам оказывается трехэтажным. Или инженерам прихватывается кусок земли в пользу одного из соседей. Уже сейчас решается вопрос о лишении аттестатов нескольких десятков человек. Сейчас у нас, к сожалению, нынешняя ситуация сложилась, и те нарушения в области объектов недвижимущества, которые выявляются, они констатируют о том, что недостаточная ответственность у кадастровых инженеров за недостоверное сведение, которое они готовят. Ранее законодательством за нарушения в профессиональной деятельности для кадастровых инженеров предусматривалась только административная ответственность в виде штрафа 5000 рублей или дисквалификации на срок до трех лет. Теперь в Уголовный кодекс добавлена статья, предусматривающая за некоторое нарушение штраф в размере до 300 тысяч рублей. Возможно, также удержание заработной платы на срок до двух лет, либо обязательная работа на срок до 360 часов. Впрочем, наказание не самоцель. Росреестр в первую очередь заинтересован в профессиональной и качественной работе кадастровых инженеров. Взаимодействие с кадастровыми инженерами осуществляется следующим образом. Ежеквартально мы проводим с ними семинары. В ходе таких семинаров мы доводим изменения действующего законодательства. В последнее время у нас оно происходит практически постоянно. Поэтому требуется и просто сообщить о том, какие произошли изменения, и также донести до них, как они должны применяться на практике. Прежде чем подписать договор с кадастровым инженером, поинтересуйтесь его деловой репутацией, рекомендуют в Росреестре. Эти сведения можно найти на официальном сайте ведомства. Они помогут выбрать хорошего специалиста. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии численность официально зарегистрированных безработных граждан – 4801 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,07. Самые низкие показатели уровня безработицы зарегистрированы в Маргаушском районе – около 0,2%. Комсомольском и Цивильском – около 0,3%. Численность работников Организации Республики, находящихся в режиме неполной занятости, составила 2748 человек. Потребность в работниках, заявленная в органы службы занятости, составила 15 019 человек. Информацию о наличии вакансии предоставили 2062 работодателя. В столице Чувашии началась приемка столичных школ к новому учебному году. Специальная комиссия проверяет общеобразовательные учреждения на соответствие принятым нормам. С проверкой в одну из школы заглянули и мои коллеги. 1 сентября учеников в Чебоксарской кадетской школе номер 14 ожидает сюрприз – настоящий плац для занятий строевой подготовкой. Совсем недавно на этом месте были клумбы и трава, а сейчас – ровный и расчерченный асфальт для оттачивания военного мастерства. Теперь вот это большое пространство позволит нам строить всю кадетскую школу и утром, и на большие праздничные мероприятия. Строевая подготовка позволяет кадетам формировать себя как организованные личности. Ребята очень подтянутые, стройные, они очень отличаются. К новому учебному году кадетская школа подготовилась основательно. Сделали ремонт в классах, завезли новую мебель. Учли и противопожарные требования. Все это смогла увидеть специальная комиссия, в составе которой находились представители надзорных ведомств и столичная администрация. Правда, нашлись и недочеты, впрочем, легко устранимые. Провода, здесь сигнализация проложена открыто. Датчики проверяли систему. Два датчика не сработало. Чтобы школа была готова к новому учебному году и чтобы были собраны все меры тренажа безопасности. И дополнительно еще проведен инструктаж с работниками данного учебного заведения о мерах пожарной безопасности. Проверка на готовность к новому учебному году ведется уже несколько дней. Как отмечают представители комиссии, серьезных нарушений пока не было выявлено ни в одном образовательном учреждении. Да, администрация города прикладывает максимум усилий, чтобы было безопасным пребывание детей в школах города. Это и видеонаблюдение, это и система стрелец-мониторинг, противопожарная система. Это и ограждение, и много-много еще видов работы, которые проводились в течение всего летнего сезона и в течение всего учебного года. Впереди у комиссии работы немало, ведь до нового учебного года осталось совсем немного времени. Но одно известно точно. 1 сентября ребята придут в школы, и их ничто не будет отвлекать от образовательного процесса. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах продолжается чемпионат России по легкой атлетике. Вчера были разыграны первые комплекты наград. Спортсменка Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию, сохранила за собой титул чемпионки России в прыжках с шестом. Действующая чемпионка Европы вышла на старт после всех своих соперниц и с первой же попытки установила недосягаемую высоту для конкуренток – 4,5 метра. По словам легкоатлетки, брать следующую высоту не было никакого смысла из-за отсутствия борьбы. Второе и третье места заняли представительницы Татьяна Шуткина и Ольга Мулина, выступающие за Брянскую и Белгородскую области. Их результат достаточно скромен – 4,35. Борьба за медали российского первенства продолжится еще два дня. По его окончанию будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира в Пекине. У Анжелики Сидорова есть все шансы побороться за медаль высшей пробы на мировом первенстве. В ночь субботы на воскресенье столичная администрация предлагает чебоксарцам покрутить педали. На 8 августа запланирован ночной велопробег. Прокатиться по ночному городу чебоксарские велолюбители собирались и в прошлом году. Тогда не повезло с погодой. В этот раз в прогнозе на 8 августа дождя пока не значится. Велопробег статует в площади республики в 20.00. Маршрут пройдет по центральным улицам города через сквер Сеспеля, русский драмтеатр, художественный музей. И завершится также на площади республики. По маршруту пробега запланированы мини-остановки в знаковых местах города. Там участников будут ждать известные чебоксарцы, которые выступят экскурсоводами. 10 велосипедистов, которые приедут к финишу первыми, получат подарки. Участникам пробега рекомендуется подсветить своих железных коней и взять фонарики. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Продолжение следует...